Привет, я Даша. Здравствуйте, я Лидия. Ну и как у нас уже вложилась традиция, расскажем о совместно прочитанном за прошедший апрель месяц. Первую мы прочитали книгу Потёмкина «Его легенда», автор Патин Вячеслав Сергеевич. Вот так вот выглядит эта книга, я её показывала в посылках. Она там была единственная книга. Я сразу хочу сказать, что это не является цель книги не познакомить читателя с Потёмкиным. Цель книги — опровергнуть мифы, которые сложились о нём. Почему этих мифов так много, что даже я удивилась. Хотя мы с мамой давно знаем, что... У нас отложилось, как потёмки в те деревни, да, всё показалось. Мы даже не знаем, что 10 лет назад-то было. Сами свидетели были, и то неуверенно. Тут столько прошло, конечно, достоверно, вообще ничего не известно. Но что в такой степени... В общем, автор нам показывает, называет имена историков, которые ошиблись. То есть он начинает с самых первых произведений, где на усиканые, на Потёмкина писатели ерунду писали. И прослеживает, как эта ерунда ложная, то есть вся эта ложь, все эти мифы, легенды, они и развивались, и опровергались. И он называет всех авторов. Ему тоже не нравится, и не знаю, как они. Значит, и даже он самого себя называет в числе тех, которые как бы ошибочно что-либо описали о Потёмкине. То есть он имеет свои предыдущие работы. И я хочу подметить, что книга «Пестрит иллюстрация» буквально на каждой страничке. Портреты какие-то, какие-то гравюры. Вот здесь, например, думаю, что рукопись с повестью о Гордальке. То есть в самом центре вот такие шикарные цветные иллюстрации, а главное, которые нам очень понравились. Ты-то что поддакиваешь, скажу уже что-нибудь? Так скажу, сама удивилась, да. Потому что настолько всё это вбили в наши головы, в наши ещё советские времена. И настолько это стойкий миф это действительно, что просто диву даёшься. И вот благодаря именно Лопатину, коль он действительно заблуждался, но просто он не располагал такими документами, а вот посвятив 13 лет, 13 лет своей жизни написания вот этой книги. Молодец. Анализу, то есть всего и вся, столько мог он собрать. Вот он настолько документально, достоверно и убедительно всё это опровергает, что и эпоха-то была показана, вот это вот, почёмкинское. Вознажение с Екатериной совершенно иного плана. Ну и так далее и тому подобное. То есть переворачивается всё, то есть встаёт всё на свои места. И у меня единственное, так сказать, что-то осталось. Вот эта столь удивительная, восхитительная, иллюстрированная и прочая такая книга, она опущена всего лишь в 2000 экземплярах. И не вопрос, что все эти 2000 будут востребованы. Увы, а то бишь, эти мифы как были, так и, видимо, и будут ещё долгое-долго время существовать. Даже вот мне эту книгу прикидывали, спасибо. И я её, ну, причём у меня даже был указан магазин, но я так превратила носом, то есть что носом, что-то у меня с ударениями сегодня не так. И думаю, я закажу мою лабиринь. Я нигде не могла надеть ни на лабиринте, ни на лидеру, ни там ещё на каких-то известных миссиях. Даже на Зоне её не было. На Зоне, мне кажется, всё есть. Даже на Зоне не было, только вот Майшоп, по-моему, магазин называется. Ну, вот они не говорят потому, что тут полагают, что она не будет продаваться. Даже вот я писала отзыв и на Лайв Либи, и на Бокмиксе, на эту книгу. И я вносила эту книгу в, как бы, так сказать, в библиотеку этих сержев книжных. И это просто не было известно. Я уже аж прям захлебнула себя в эмоциях. То есть очень печально, что такая замечательная книга, которая пытается открыть глаза, которые засыпаны буквально песком заросших каких-то мифов, ложных представлений. Очень устойчиво. И вот такая книга прямо, и она вот так вот и... Рекламируем. Ищите, ищите, и вы не пожалеете, если вы прочитаете именно вот эту букву. Мне, кстати, еще очень нравится. Автор на протяжении книги весьма органично, то есть это не выглядит как какие-то отдельные посылы. Он делает очень правильные посылы, которые, я очень надеюсь, современниками будут услышаны и воплощены в жизнь. Вот это наше единственное желание, пожелание. Просто очень хочется... Книга вот такенная. Если кто хочет знать правду, будьте добры, пожалуйста. Надеюсь, это было дальше. Больше вы ее нигде не найдете. Далее. Волкодав. Мария Семенова. Мир по дороге. Наверное, это уже точно последняя книга. Ну, может быть. По сути, она... Хоть она выпущена в последней, но если читать в хронологическом порядке, ее нужно читать после книги Волкодав и Ставик Крамбин. Потому что после того, как Волкодав выходит из Светных гор, описываются все события, которые здесь и происходят. Волкодав не тот, не такой, каким он должен был быть в ту эпоху, то есть на тот момент своей жизни. Он должен быть таким замкнутым, молчанок, который седмицами целыми молчит, ни с кем говорить. Такий хмурый, мускулистый мужчина. Вот. То есть... Получается, ну, видимо, вот Семенова как писала эпопею о Волкодаве, она развивалась вместе с ним. И, разумеется, вот когда в последней ее книге, я имею в виду не в порядке издания, а именно в хронологическом порядке последнего, который называется Волкодав в Санцветной горе, там он уже болтун, который может и задвинуть точку зрения свою преуверенно, и пересказать что-то, и даже сам подумать, что-то там сочинять, и, ну, такой уже парень языкастый становится. Конечно, когда писала эту книгу, она привыкла к тому Волкодаву, который уже разговаривался, ну, соответственно, и вот этот Волкодав получился с Горщевым. Да не зашли. И слишком уж много цитат из предыдущих книг, вот с этим она немножечко переборщила, но в целом, как всегда, гениально, шикарный слов, потрясающие стихи. Я так боялась, что в этой книге стихи будут похуже. Нет, ни черта. Еще лучше. Хуже быть вообще никогда не может. Посолы какие-то, философские там какие-то изъявления. Мне так здесь понравилась одна притча про привидение. Не будем полить эту историю, то есть читаем, знакомимся самостоятельно. Что ты скажешь? Я в восторге. Мне нисколечко не смутило, хронологично, не вписывается, не вписывается, очень своевременно, и как всегда, с таким удовольствием, с такой прям, ох, ах, Семенова, ах, Волкодава. Соскучилась, и Волкодава, да, по новым каким-то событиям. Да, и поэтому, конечно, вот и наставница здесь, и он наиболее полно, как бы она настолько привлекательна. Волкодава, если кто читал, там им изумительно. Встреча, история рассказывается, встреча матери Волкодава и Волкодава. Настоящий учитель, да, вот именно, во всех смыслах, вот это учитель. И здесь показано, вот именно показано, какой она, её философия, её сила, и слабость тоже, и чуть-чуть, и взаимоотношения с людьми с Волкодавом, там и прочее, просто замечательно, нет слов. Далее у нас рассказы, подожди, я запуталась, да, «Родная душа», тоже Мария Семёнова. Это рассказы не только Марии Семёновой, здесь и других людей, они не писатели, не кинологи, там биологи, кто-то там, ещёологи, ещёологи. Ну, рассказы посвящены, собственно, собакам. Над ними можно будет и посмеяться, и поплакать, и пораздражаться, и вообще. Замечательно, обрыдалась прям, прям вот вписывается, вот это вот... Особенно над Семёновским рассказом, там вообще... Особенно вписывается, вот только могу сказать, единственное, как один великий сказал, актёр и режиссёр, чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. и вот здесь вот просто... Я вспомнила сразу другое изучение. Если бы собаки умели говорить, мы бы лишились последних друзей. Без слов. Без слов. Также у нас кулинарная книга моей прабабушки и поведет взыв на эту книгу на Лавлибе у меня набрал большее количество плюсований, или как это ещё назвать? В общем, в сарастовстве пишет Элизабет Гилберт с Маргарет Яртли Поттер. Кто же такая Маргарет Яртли Поттер? Она прабабушка Гилберт, собственно, и книга является... То есть Поттер, в свое время, когда я была жила, при жизни выпустила книгу кулинарную. Собственно, Гилберт ее переписывает. От самой Гилберт здесь только предисловие и в конце самые любимые семейные рецепты. Причем не надо пугаться слов кулинарной книгой. Я, например, от кулинарной книги держусь подальше. Я люблю как узнавать новые рецепты случайно. Случайно отключена передача кулинарии. Случайно попавшийся на глаза какой-то рецепт. Там вытранная случайно наткнулась. Я не люблю специально что-то выискивать, но это не совсем кулинарная книга. По сути раскрывание рецептов, рассказание рецептов читатель посвящается прямо в семью, в то, что в ней происходит, в какой чувство юмора у Пота это и было просто великолепно. Она и сама пишет, что самые лучшие задатки хорошего повара это чувство юмора. И с тем, как нужно готовить. книга просто я ее читала как художественная, например. Я тоже. Просто необычная настолька. да, да. Это и познавательное, это отношение вообще к пище, к процессу приготовления, и отношение людей, и как это все получается. В оконцовке это книга о гениальном кулинаре, будем так говорить, гением, потому что данного было безусловно, а без этого как? Поэтому просто гений. Кстати, кто принимает часто гостей, там целый раздел посвящен как быть всегда на готове, как вот на скорую руку, быстро-быстро, скоро-скоро что-то, что-то. У нас есть родственница, дядя Наташа, мы как-то приехали в гости, просто сели разговариваем с дядем Витя, дядя, это мой дядя, дядя Наташа, это ее неудачно, то есть она вхожая в рот через брат. И мы буквально 10 минут с ним болтали, не больше, да, хопа, тетя Наташа берет, просто весь стол заставила, я вставила, усели, усели, когда успела, вот она буквально в наших глазах тут же что-то там стала резать, шинковать, смешивать, перемешивать, на плиту что-то ставить, буквально за 10 минут весь стол заставила. Как сейчас великолепно обестровываем? У нас челюсть ответила. Мы так гостям не приучены, да и кулинария как бы, не любим отшельники. Склонности особо к ней. Ну нет у нас такой склонности. Скромничать. Ну нет, нет, нет. Все-таки это должно быть влечение. Мне никогда не удается плов. Никогда. У меня не плов, у меня каша получается. Так, поехали. Не будем отвлекаться на наши... Да, да. Антология «Лунный пёс». Ну это что-то вроде книги, которую я показала «Родная душа», там Семёнова тоже фигурирует. Одна только разница, что рассказы посвящены не просто собакам, а существам, которые преданы как собаке, ну и очень на них похожи. рассказы эти носят мистические храмки. Где-то это НЛО вплоть до. Где-то это мистическое какое-то просто существо, типа призрака только не призрак. Значит, где-то из параллельного мира там собака пришла. Вот такой отец. Ну мне добавить особо нечего. я лично с удовольствием и молитвы мне тоже нравится. А мне не очень нравится. Значит, Дарья, жизнь пи. Я Марта. У меня ощущение от книги было несколько смазом в силу того, что буквально неделю до прочтения книги я посмотрела фильм. Поэтому для меня никакой интриги не было. Я все знала. И учитывая, что экранизация крайне точна, очень удачная, что-то что-то не свое вставили, но от этого ни сути, ни посыла, ничего не изменилось. Это было хорошо. Поэтому повторюсь о книге я пусть мама лучше скажет. Она сначала прочитала книгу, потом постаралась. у меня это наибород. Потому что Даша мне уже постфактум прочитала. Посмотри, посмотри, сравни, сравни. Как раз порты показали. Хотя желание особо я не испытываю, поскольку кино я равнодушен даже более того. Но тем не менее, я соизволила просмотреть фильм. Ну что, фильм действительно хорош. Но, 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 но. Вот путем картинки, так сказать, действия какого-то невозможно передать чувства. Вот это в кино не хватает всегда. А вот книга, вот книга-то, вот там-то, вот именно, мы уже говорили, значит, предыдущий наш, любименький, это Шандаран, этот самый. Шандаран. Да. Вот именно передача чувства, чувства. Вот это вот автору, когда удается, это великолепно. И ты просто настроен и воспринимаешь вот эти чувства. Так вот, эта книга тоже из этого же числа, просто замечательная книга, потому что удалось автору передать свои чувства. Это и как бы человека, чуть ли не будущее, будем так говорить, да, когда он подростком познавал религию, и буддизм, и в смысле индуизм, буддизм, там, и ислам, и христианство, и естественно для всех окружающих это было просто куда несет там ребенка, а у него потребность такая познать и принять причем. Он познает и принимает это все, то есть он в душе это все хранит, и вот именно вот это вот треетинство, когда он оказался в сложении ситуации, она помогла ему выжить, вот передача вот этого, как он к этому шел, это в оконцовке и дело будущего, то есть единое для силы честист религия, дабы не было этих всяких расприй, и как он к этому ушел, вот это вот передано, это одно, и второе, вот эти сложные ситуации, когда он остался один, на один, так сказать, конечно, куда-то в Робинзону груза, и даже и иным тоже, которые даже и умышленно поставили себе те путешественники, которые одиночки, на яхте, либо там на плоту, либо как-то пересекают океан в сложенческих условиях, но он был поставлен в такие условия, причем в подростковом можно сказать возрасте, всего лишь 16-летним, и вот преодоление страха, а это самое главное, потому что, как говорят психологи, именно страх, так сказать, умерщвляет в таких ситуациях, то есть, когда ты в воде, после кораблекрушения и так далее, когда он с молоком матери, так сказать, можно сказать, впитал любого животного и знаний, поскольку отец был владелец зоопарка, и он с измольства пеленок, он общался с этими животными, и он просто на опыте эмпирически познавал вот эту психологию, взаимоотношения и так далее. Я бы хочу тебя спросить, вот это так много говоришь о религии, представляешь там, что он любит животных, главный герой, называешь какие-то страхи, а о чем книга-то, почему герой боится, отчего ты в таком большом впечатлении, сюжет в студии. Нет, сюжет-то он, чего, тут говорить-то особо нет. Короче, черпал. кораблекушение остался, правда, сбросили ему шлюпку, но в этой шлюпке оказались зебра и гиена, ну, и тигр бенгальский, который людоед, который т.т. и вот в оконцовке вот, как он описывает вот это вот все, то есть взаимоотношения как строят именно вот в оконцовке с игром, мы не только... Теперь понятнее, да, становится, о чем мама до этого говорила. 278 дней, то есть почти год будет, да, конечно, не забывал. Такого еще никому не удавалось в сложных условиях, не встретив, по сути дела, ни одного, так сказать, плавсредства, вообще, когда он мог, так сказать, э-э-эй, спасите наши души, сос, сос, некуда не послать, ничего, он один. И вот как он выживал, как он строил отношения вот с этим, в таком соседстве с тигром, это вот описание его внутреннего мира, и вот это вот настолько впечатляет. Вот в кино этого не увидишь. Оно показано, да, в картинках, в гидрах. А я увидела. Нет, это нужно прочитать, это нужно ощутить, это нужно почувствовать, как он это все передал. Вот это мне восхитило. Я даже хочу пощеркнуть, что там очень интересно рассказывается о зоопарках, у меня в коме поменялось мнение о них. То есть раньше я считала, что несчастных, бедных существ загоняют в клетки, где они страдают, где они плохо пахнут, где они грязные, плохо накормленные. И все это ради того, чтобы народ, блин, перся и глинзел. Да еще и портил всякое. Оказывается, нет, не только утехи, ради устроенных все. И вот, собственно, мне было приятно видеть в этом что-то большее, чем стремление людей утолить свое любопытство и убить время. Да, за счет лишения забота. И тогда же хочу подчеркнуть, что книга не зря названа не «Выживание пи», а «Жизнь пи», потому что там полностью рассказывается и вплоть, начиная от почему его назвали именно так, и заканчивая его какими-то религиозными необычными убеждениями. То есть взгляди на мир и вообще общие восприятия мира. И передача в оконцовке об этих событиях. Это все-таки рассказывается не о кораблекрушениях, хотя, конечно, на этом основной сюжет, на этом основной акцент. Но в целом о жизни пи. Так что название соответствует. Ну, здесь еще тоже о запарке, дочка. Потому что вот как-то темно, например, показано было в фильме. Конечно, там вольеры такие. Ну, то есть это типа не сильно большого заповедника, где устроены там вольеры, то, еще, пятое, десятое. То есть они как бы почти не лишены свободы передвижения. Только двигаться им столько они двигаются, сколько им надо, дабы не утратить ни форму, ничего. Потому что сидение так все на одном месте это, понятное, не полезно никому. И человеку, и животное тем более. Но вот посмотри, вот то, что мы увидели в фильме, да, вот какие они вот это все вызывают просто восхищение. Вот эта ухоженность, чистота, вот эта природа и прочее, и прочее. Давай вспомним богатский запах. Давай не будем вспоминать. Вот мы глядя положим. Нет, Янжи Маркл тоже пишет, что глядя на животных, может показаться, что они не достаточно хорошо содержатся, накормлены. А, ну, даже в таких условиях. Но тем не менее, поверьте мне, мол, они накормлены более чем сыто. Ну, это да, конечно, но содержание, по крайней мере, в нашем зоопарке. Я ни разу не видела веселого животного. Они все удрученные, они лежат, либо спят, либо это. А как же эти неразлучники и попугаи? Они там очень-то... Нет, ну, они просто приспособлены к жизни в клетке. Это само собой. Они же не порхают у нас тут, извините, в Абакане. Они просто живут. У них такая жизнь и все. Ну, вот так. Так что хороший зоопарк это хорошо. А вот... В Москве хороший зоопарк. Да, да, да. В Москве, да. Нам тоже понравился. Типа такого, австралийского, но австралийский лучше. Ты была в австралийском зоопарке? Не, ну, по фильму. Я из фильма, только, конечно, нет. Так, подожди, я где-то там видела в фильме австралийский зоопарк. Там индийский, извините меня. А, ну, индийский. Ну, пусть индийский. Дальше. «Призок дома на холме» автор Шерли Джексон. Я что хочу сказать. Я в детстве обожала проверять крепкость своих нервов фильмами ужасов. Поэтому в этом смысле человека очень забалованы. Ни одного фильма, кстати, мне так и не удалось напугать. И есть одно исключение. «Кладбище измашьих животных». Первая часть. Вот эта повесть «Призок дома на холме» существует безумное количество фильмов полностью идентичных. Ну, может быть, это экранизация, я не знаю. Поэтому я читала эту повесть без особого энтузиазма. сюжет такой, что некий параментальный ученый, скажем так, нашел домик с призрачной, в прямом смысле, слова, репутацией и приглашает туда ряд людей, которые так или иначе контачили со сверхъестественным. И вот собственно начинаются всякие всякости. Там практически ничего не начинается. Никаких там всякостей особо-то нет. Вот что обидно-то. Ну, есть там любопытный момент. Например, когда она там за руку держалась. Ну, чуть-чуть. Ну, вот я избавила, избавила на ужастик, а мама своими делами, расчленными трупами. Поэтому нас в этом смысле очень сложно впечатлить. Я хочу вот на это скидку сделать. Не сюжет, не вот язык. Ну, язык, ладно. Ну, сюжет есть, но он какой-то банальный, да приснятенный. Ну, ничего не происходит такого уж. Вот от такого что-то избитая достаточно фабула это имеет в виду явление то есть как человек поступает под влиянием. свою концовку и была абсолютно уверена, что все так и закончится. Ну, нет, все закончилось иначе. тоже предсказуемое и в общем-то ничем не... ты же дал немножко долгую концовку типа как в «Шестом чувстве». Или как в фильме «Другие». Что-то вот в этом духе. Но там несколько там иначе все закончилось. Нет, не впечатлилось. Ну, и последняя книга, которую хочу показать это наш любимый Сесиль Ахин «Как любить себе спарить». Я хочу сразу сказать, что я когда читала рецензии на «Лайфлипе», я поняла, что поклонницы Сесиль Ахин и поклонники делятся на три категории. Первая категория ображает все, что она пишет. Вторая категория подавает только любовные романы. Третья категория подавает только мистические романы. Мы с вами поднежим к первой. И эту книгу скорее может отнести к категории любовных романов. Концовка более чем подсказуема, но ведь главное не это, главный сюжет, главный процесс. И главная героиня обожает книги по саморазвитию. И книга называется, туда же и главы названы. Например, «Как сделать так, чтобы все стало хорошо?» Или там, «Как подготовиться к разлуке?» «Как уйти от мужа без скандала?» То есть масса и масса. И вот она встречает самоубийцу, спасает его, но тот намерительно все-таки покончить с жизнью, и она берется внушить ему любовь к жизни и говорить. Ну да, это похвально очень чувство. В общем-то, я вот очень давно не встречала книг о сочувствии, так сказать, таком вот классическом, о милосердии, об ответственности, я уж не знаю, потому что она совершенно не обладая специальными познаниями, будем так говорить, хотя она читала массу книг по саморазвитию, как в такой ситуации. Ты знакома с биографией Афиум? Нет, я о другом. А, ты по педерарине? Да. И она, так сказать, не обладая особыми, тот путь один, так сказать, тот, кто сломен суббирством, кто готов к нему, кто, какие-то шаги, того быстренько к психотерапевту, все-все-все-все, бегом-бегом топотить и туда. Толпа не станет. Да, 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 да. Ну, а они, как правило, их надо пихать, заставлять и так далее. Кто же поюдет, с удовольствием. Подобно... Ой, я не пойти, лениссердик, психотерапевт. Я готов, я вот уже что-то сделаю, я уже пойду, пусть меня спасают. Нет, нет, конечно, их нужно убеждать, их нужно волочить, причем не силком, а именно убеждением, потому что насилием здесь ничего не сделаешь. И меня восхитило то вот что, что она просто бросилась, и о любви-то еще не было речи, о влюбленности какой-то, а просто помочь человеку, вытащить его из этой пучины и удержать, и направить, и она просто, ну, не люблю чувство слова «жертва», но жертвует же, она берет отпуск, она отказывает от всех и вся, и по сути она сама себя воспитывает, то есть сама себя ведет к путем вот этих действий, желая... Не только на самоубийцу воздействует, но она и в себе что-то меняет, одновременно, вот пытаясь вытащить его из этой ямы, она и в себя. И все ей удается, ну, не без труда, конечно, сколько слез, сколько всего, вот просто чувствуешь ее вот бессилие, отчаяние, отчаяние, да, что я ничего не могу, тем более, что первый опыт, так сказать, спасения... Не первый. Ну, будем так говорить, когда на ее глазах застрелился все-таки, и она винит себя вот столько времени, он остался, правда, жив, но в коме. Мам, ну ты все фишки открыла, что такое? Нет, а больше ничего не скажу, просто... Это уже все сказало. отрицательный вот этот опыт, ей уже тоже очень мешало, во втором-то случае, а не смогу, там все испортил, и здесь испорчить наверняка. Мне кажется, ей это помогло, она... То есть сомнение? Она каждое слово контролировала, потому что она убедила, что любое маломальское для нас, в обычной ситуации слово, ничего не значащее, в той ситуации, стрессовое, оно может наоборот, так сказать, как спусковой крючок, дынь, и все, и вот... Ну, написано просто вот так, сильно душевно, и познавательно тоже, и познавательно. Все-таки есть хорошие люди на свете, вот так будет. Сильно хорошие. А кто сомневался? Ну, нет, конечно, но вот чтобы вот так, тащить, незнакомого человека абсолютно, ладно бы там родственник тебе, близкий и так далее, а ведь сплошь и рядом, близкие-то и не могут, вспомни, полицейского, не могут, увы, увы, непонимание, нежелание и так далее, вот, что ценно. Ну и что, закругляемся. Да. Всем пока. Разболтали. До свидания.